Приветствую всех, кто смотрит это видео. Данное видео записано как и обучающее музыкальное занятие по созданию вот такой вот красивой картины. Синие полевые цветочки в корзине. А также как и расслабляющее видео, то есть релакс-видео, арт-терапия, где вы после тяжелого дня, стрессового дня, рабочего, рутинного дня можете расслабиться и посмотреть, как создается красота под хорошую музыку. То есть отвлечься от суеты, от всего, что вас нагружало в течение дня. Какие материалы я использовала в данной работе? В первую очередь это холст. Холст на подрамнике размером 25х35. Краски я использовала акриловые. Цветочки у меня были синие, голубенькие. Естественно, белая акриловая красочка, она идет у нас везде. Я использовала ультрамарин синий, голубое небо и кобальт синий. Вы можете использовать другие цвета, которые вам нравятся. Для корзины я использовала черный, вот такой вот светло-коричневый, коричневый с режинкой такой и темный, желтый. Тоже светло-рыжий, можем так назвать. Эти краски у меня со старого набора остались. Они без нумерации и без названия. Ну, вот такая вот цветовая гамма. Такими кисточками я рисовала, собственно, для фона. Я использовала такую плоскую кисточку, колос номер 12. Для корзины я использовала такую круглую кисточку, номер 14. И такими вот движениями полукруглыми, полуовальными я рисовала переплетение самой корзины, чтобы создать объем, чтобы корзина не выглядела на картине плоской. Так, для написания травы я использовала тонкую круглую кисточку, номер 2. Не прижимая к холсту, рисовала травку. В начале можно прижать немного, а к самому вот концу уже отрывать немного кисточку, чтобы травка была похожа на травку, чтобы к концу она была тоньше. Для написания самих цветочков я использовала плоскую полукруглую, номер 14. Хорошенько мы наносим на кисточку красочку, и такими движениями сам цветок мы формируем. Для интересностей, чтобы лебесточки наших цветков отличались, можно хорошенько на кисточку нанести краску, и ребром, так вот, ребром, раз и провели, раз и провели. Вот здесь хорошо видно, это было ребром нарисовано. Много на кисточке было краски, и оно хорошо лягло на холст. Можно вместо этой кисточки использовать круглую кисть, небольшую, тоже примерно номер 14. Еще этой тонкой кисточкой вы можете увидеть серединочки, точечки я тоже ставила этой же кисточкой. Сильно не нажимая, слегка прикасаясь к холсту. Так вот, проставили. Дальше в видео вы увидите, как что наносилось. Все пошагово я вам показываю дальше видео, так что смотрите внимательно. И, возможно, вы решите сами попробовать повторить, написать такую картину. Вот такие вот милые цветы в итоге получаются. Всем приятного просмотра! Жду ваших комментариев. Ну, и если вам понравилось, ставьте лайки, и, конечно же, будьте подписаны на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...